Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Меримасаналы. Казы. Уходящий 2015 год подготовил для кыргызстанцев немало испытаний. Астрологи изначально предсказывали, что год Казы будет непростым. Прогнозы были объяснимы на фоне надвигающегося мирового экономического кризиса, определенной паники в начале года, царящей на рынке валют и растущей угроз со стороны экстремистских и террористических организаций. Но не так было все плохо. По большому счету, год был насыщен различными позитивными моментами для страны. И представляем вашему вниманию важные события Кыргызстана уходящего года по самому главному критерию – укрепление позитивного имиджа страны. Споры, вступать или не вступать, обсуждения о плюсах и минусах и многочисленные критики, которые начались с 2011 года, продолжались до последнего момента вступления Кыргызстана в ЕАЭС. Однако в опросе в этом году была поставлена точка. В мае в Москве сторонами были подписаны последние протоколы к соглашению. И в конце мая Кыргызстан завершил все необходимые для вступления в ЕАЭС внутригосударственные процедуры. А с 12 августа Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза, наряду с Казахстаном, Россией, Белоруссией и Арменией. Таможенный контроль на границе Кыргызстана с остальными странами объединения отменен. С этого дня наша страна наравне с другими странами-участницами свободно начали перемещать свои товары, услуги, капитал и рабочую силу. Это действительно исторический шаг, потому что мы стали полноправным членом Евразийской экономической комиссии. Именно с сегодняшнего дня открыты границы между Кыргызстаном и Казахстаном. Будет четыре свободы. Свободное движение товаров, капитала, трудовых ресурсов и, естественно, это услуги. Наши граждане будут пользоваться всеми теми же правами, которые пользуются граждане Казахстана, России, Армении, Белоруссии, если они будут находиться в этих странах. Отметил премьер-министр Темир Сариев на открытии кыргызско-казахских границ. Сегодня страна проходит так называемый период адаптации к новым условиям единого рынка. И многим кыргызстанцам сегодня приходится нелегко. Однако перспективы от интеграции ожидаются большие. Присоединение к Евразийской четверке в ближайшие годы в Кыргызстане должно увеличить ВВП в два раза и повысить уровень жизни населения. Не менее значимое событие для кыргызстанцев завершен проект века ЛЭПДАТКАКЕМИН. Объект планировали построить еще в начале 90-х, но пока не удавалось. И три года назад, когда закладывали капсулу, мало кто верил, что энергообъект удастся достроить. Однако 28 августа север и юг республики соединила новая высоковольтная линия электропередачи длиной 405 километров. Создано собственное внутреннее энергокольцо, которое позволяет обеспечить надежность электроснабжения потребителей северной республики. И уже сегодня справляется с максимальными нагрузками. В будущем Кыргызстан может не только отказаться полностью от импорта электроэнергии, но и сам поставлять его. Таким образом, Кыргызстан в преддверии Дня независимости получил энергетическую независимость. В нашей стране создано собственное энергокольцо. И теперь мы можем сказать, что наконец-то мы достигли энергетической независимости. Возможно, нам могут отключить там газ или что, но электроэнергию нам больше никто не отключит. И больше того, мы начнем экономить немалые деньги, потому что ежегодно за транзит мы платили миллионы долларов США. Миллионы долларов США. И поэтому я хочу от всей души поздравить присутствующих, я честно скажу, с этим историческим днем. Отметил глава государства Алмазбек Атамбаев на открытии Лэбда Тхакимин. Также этот год запомнился кыргызстанцам улучшением дорожной инфраструктуры. Дороги на протяжении многих лет оставались без внимания власти. Именно столичным улицам были посвящены многочисленные анекдоты, а иногда служили и поводом для митингов. Но проблема в этом году сдвинулась с мертвой точки. Были отремонтированы улицы Жукеева-Пудовкина, Ауэзова и Махатма-Ганди за счет республиканского городского бюджетов и китайского гранта. Кроме этого, разработана концепция развития уличной дорожной сети, куда будут включены 200 городских улиц. Также 22 июня сдан в эксплуатацию участок дороги Бишкек-Балыхчи. И, наконец, началась вторая фаза альтернативной дороги север-юг. Строительство дороги, которая на севере соединится с дорогами Казахстана на юге Таджикистана, позволит создать транзитную магистраль. Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Кыргызстан 4 октября избрал шестой созыв Джоор Кукинеша с использованием современных технологий. Несмотря на то, что с момента начала сбора биометрических данных говорились о провале проекта, его использование внесло свою лепту в проведение выборов без грубых нарушений. Хотя не обошлось без погрешности, отдельные граждане не могли себя найти в списках избирателей, а некоторых не смог распознать аппарат. Но в целом впервые за годы независимости парламентские выборы прошли в спокойной обстановке. Прогнозируемых митингов удалось избежать, что немаловажно. Большая часть международных наблюдателей, а их было 850, дала высокую оценку, отметив, что парламентские выборы в нашей стране могут послужить примером для всех стран СНГ. При этом подчеркнув, что использование в ходе голосования современных технологий, таких как автоматизированные считывающие устройства для бюллетеней, способствовали проведению прозрачных выборов. Не страшно никакой критики, потому что были некоторые люди, которые не туда попали, то есть их обратно куда-то в другой участок отправили, у которых были мужчины, у которых не было паспорта. Он очень злой был, потому что у него была копия от паспорта, но это не дало ему возможность все-таки участвовать на выборах. Так что все было в порядке. Вместе с обновлением состава парламента кабинет министров в этом году успел смениться два раза. После ухода в отставку Джо Марта Утурбаева после кумторовского дела пост главы правительства занял Тимир Сариев. Тогда все члены кабмена сохранили за собой посты. На свободные должности были назначены министрами экономики Олег Панкратов, финансов Адлбек Асмалиев, транспорт и коммуникации Аргамбек Малабаев. И после выбора состав правительства практически сохранился. Были сменены только министры сельского хозяйства и экономики и все вице-премьеры. Мне кажется, этот год в плане стабильности правительства, входящего состава, наверное, самым стабильным, начиная с революции 2010 года. Даже тот факт, что после выборов Левор Кенеша практически правительство сохранилось почти 100%, но с небольшим извинением. Это уже говорит о том, что время такой эйфории, партийной эйфории, мне кажется, прошло. И сейчас премьер становится такой реальной фигурой, которая определяет в какой-то мере стабильность самого состава Кабинета Министров и самих министров. Я думаю, это очень хорошая тенденция. Если это будет развито еще в 2016 году, тем более в 2017 году, когда нас ждут выборы другого уровня, уже президентские выборы. Говорит политолог Алмазбек Акматалиев. В этом году настало 6 миллионов. Долгожданным для всего народа 6-миллионным кыргызстанцам стала Айлин, родившаяся в городе Ож в 18 часов 12 минут 25 ноября в семье военнослужащего Алмаза Куджешева. Девочка стала не только 6-миллионным гражданином, но и шестым ребенком в семье. Вес новорожденной составил 3 килограмма 870 граммов. Особенной малышке, приковавшей внимание всей страны, со стороны президента открыт депозитный счет на 1 миллион сомов, а также семье вручили ключи от четырехкомнатной квартиры ваше. Мне до сих пор не верится, что моя малышка родилась 6-миллионной кыргызстанкой. Я очень счастлива. Быть мамой – это большое счастье. Пусть она растет счастливой девочкой, принесет пользу Кыргызстану. Не скрывает радости мать Рахат Белекова. Этот год для спорта и их любителей был полон событий. Отечественный футбол, можно сказать, превзошел все ожидания. Сборная Кыргызстана в этом году добилась невероятных успехов. Об этом можно судить по результатам прошедших матчей, ну и, конечно, по рейтингу Всемирной футбольной ассоциации FIFA, где наша сборная заняла 108-ю позицию. В том, что кыргызские футболисты поднялись на совершенно новый уровень, связывают с приходом нового президента федерации и заслугой нового главного тренера Александра Кристинина, который назначен в октябре прошлого года. В рейтинге FIFA национальная сборная Кыргызстана тогда находилась на 150-м месте. Команда под его руководством в этом году провела 7 матчей в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 года. В трех матчах одержаны победы. Повержена дважды сборная Бангладеш. Сборная Иордании 17 ноября потерпела поражение и по игре, и по счету. Две ничьи в копилке сборной – Таджикистан и Иордания. И два поражения, причем оба от чемпионов Азии 2015 года – астраливцев. И в ходе этого отборочного раунда сборная Кыргызстана заметно выросла и в рейтинге, и в глазах болельщиков. При этом стоит отметить, что бюджет Федерации футбола составляет 250 тысяч долларов в год, который выделяет ФИФА. Из бюджета Кыргызстана ни сома не выделяется. Все эти события так или иначе внесли свой вклад в укрепление позитивного имиджа Кыргызстана. А какие события запомнились нашим соотечественникам? IWPR провел опрос в столицах и в регионах. Для бишкихчан этот год запомнился улучшением состояния дорог, успехами спортсменов и звезд. Для Ашан – завершением строительства эстакадного моста, для жителей Нарына – богатым урожаем, а местному населению Баткена – с уменьшением конфликтов на рубежах. 2015 год был довольно насыщен победами и успехами наших спортсменов. От таких игр у меня остались масса эмоций. Сборная команда Кыргызстана по футболу встретила Австралию в домашнем матче. Эмоции людей в стадионе я помню до сегодняшнего дня. Кроме этого, Достан Лепшаков стал чемпионом мира по бильярду, несмотря на свой возраст. Также было очень много побед наших борцов и спортсменов по кикбоксингу. Это, конечно, не может не радовать. Я желаю, чтобы и в следующем году наши спортсмены одерживали победы и поднимали наш флаг еще лучше. Завершающий 2015 год принес немало позитивных событий, как для меня, так и для Кыргызстана в целом. Например, была определена 6-миллионная кыргызстанка Айлин Ходжошева, которая стала самым ожидаемым событием 2015 года. Запомнилось участие молодой певицы Джидеша Идрисовой в Турквизион 2015 года в Стамбуле. Ее тембр голоса всех, наверное, тронуло. Я лично тоже начала изучать ее новоиспеченную песню в Кимбилет. Скоро Новый год. Я не могу не сказать о том, как красиво украсили нашу елочку на главной площади. Уходящий год сравнительно с прошедшим был благоприятным. В этом году проблем с водой и кормом не было. Был богатый урожай. Ведь это же самое главное для человека, живущего в селе. И очень надеемся, что следующий год будет таким же без маловодия. Прошли выборы. Самое главное, они прошли спокойные обстановки. Желаю, чтобы и пред был только мир на кыргызской земле. Естественно, если будет мир и стабильность, страна будет развиваться. Единственное, что нас сегодня беспокоит, это получение курса доллара. Все дорожает, остальное все нормально. В 2015 году по сравнению с 2014 на кыргызско-тадыгской границе было в четыре раза меньше конфликтов. Такой показатель я в первую очередь связываю с проводимыми профилактическими работами. Также для пограничников часто начали проводить учения. К тому же проводятся культурные и спортивные мероприятия. Уходящий год для меня принес много нового. Самые позитивные эмоции. Впервые в своей жизни я выехала за границу. Я объездила многие страны Европы. И хотелось бы пожелать, чтобы наступающий год принес кыргызстанцам только всего хорошего. Меня зовут Джазгуль. Уходящий год для моей семьи был удачным. Получили богатый урожай от Урюка. Выручили 25 тысяч сомов. Также провели капитальный ремонт дома. Меня зовут Адлет. Вроде этот год прошел хорошо. По всем предметам за четверть получил пять. Но меня в этом году сняли с должности старосты. А каким запомнился уходящий год козы для главы государства Алмазбека Тамбаева? Ответ на этот вопрос получили журналисты на традиционной итоговой пресс-конференции. В мероприятии приняли участие 140 журналистов. Это в два раза больше, чем было в прошлом году. Я помню, какая радость у меня была, когда все-таки получилось провести честные выборы. Для меня это на самом деле был счастливый день. Потому что, будучи 15-20 лет в оппозиции, я всегда мечтал о том, чтобы однажды в стране прошли честные выборы. Иногда что-то перетерпеть, зная, что в будущем все будет прекрасно. Я не буду скрывать, конечно, были в этом году у меня и черные дни. Вот брат у меня умер, у супруги два брата умерло. Тяжелый год был, конечно, для меня в личном плане. Но в странном плане я считаю, что есть много хорошего. И главное, страна показала свою устойчивость. Добавил глава государства. Этот год был непростой. Следующий будет также тяжелым, признается глава государства. В то же время, по мнению экспертов, Кыргызстан смог продемонстрировать хорошие показатели в мировом рейтинге, улучшить свой имидж и наладить внешнюю политику. В то же время, кыргызстанцы отмечают улучшение условия жизни населения. Хоть и не на желаемом уровне, но сдвиги в этом плане имеются. И сегодня каждый, подводя свои итоги уходящего года, анализируя, какие перспективы принес вам год Козы, что подарил, а что забрал, уже на наступающий год загадывает, чтобы позитивные изменения в стране продолжались. И в 2016-м в Кыргызстане был только мир и стабильность. Материал специально для IWPR подготовила Айтунох Нурдинова. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Субтитры создавал DimaTorzok